Слава Украине! Привет всем от Полонского! Бывший американский президент Билл Клинтон заявил, что он сильно страдает и сильно разочарован тем, что ему пришлось заставить Украину отказаться от ядерного оружия. И действительно, это была большая ошибка. И по сути дела, если бы сегодня в Украине было ядерное оружие, то, конечно, фашистская Россия на нее никогда бы в жизни не напала, потому что боялась бы. Просто-напросто боялась бы получить по зубам. Ну, это один момент. Второй момент, что вот после того, как вот так вот поступили с Украиной, то есть у нас было 5 гарантов, да? Один гарант вообще на нас напал, так сказать, гарант нашей безопасности. Взял и напал. Это Россия имеется в виду. А все остальные на тот момент, вот давайте вспомним 24-е, но ограничились присылкой нам пару тысяч, пару тысяч джавелинов и анлавов. То есть они не верили в том, что мы выстоим. Ну, мы это все прекрасно помним, мы знаем. Администрация Байдена давала нам, сколько там, 96 часов. Получилось не так, но вот после этого, я сейчас не хочу обсуждать вот эту ситуацию, как они все это проморгали, как, собственно говоря, выводы разведки американской полностью сошлись с выводами разведки российской, которые думали, что Киев возьмут там за 3-4... Разница просто заключалась в том, что российская разведка говорила, что Киев возьмут за 2-3 дня, а американская за 3-4. Вот в этом, как говорится, вся была разница. Все, больше ничего не было. То есть, что российская разведка себе никакой показала, что американская, абсолютно такой же, да? Но, речь идет даже, опять-таки, не об этом, не о промахах разведки, а речь идет о том, что вот как после того, что произошло с Украиной, которая отказалась от ядерного оружия, в результате стала жертвой самого фашистского нападения со времен Второй мировой войны, как после этого объяснять, скажем, Пакистану, что надо отказаться от ядерного оружия. Мы тебе дадим гарантии. Северная Корея, как объяснить, что нужно отказаться от ядерного оружия? Мы обязательно дадим Пхеньяну гарантии, такие же, как получила Украина. И, конечно же, он останется в целости и сохранности, ну, потому что железобетонные гарантии. А потом еще Трамп заявляет, что неплохо бы поговорить с Путиным, с ним договориться, у него хорошо получилось бы все, да? Вы понимаете, вот эту всю ахинейщину слушают же, ну, не только нормальные люди, но и слушают диктаторы, типа, вот Ким Чан Ина этого, Ким Ир Сен, или как его там, какая разница. Слушают те страны, вот типа Ирана, которые сейчас себе хотят завести ядерное оружие, если уже не завели. Как вы думаете, после того, что произошло с Украиной, кто-то сможет убедить Иран под какие-то там гарантии, шмарантии, отказаться от производства ядерного оружия? А ну-ка, с одного раза скажите мне. Вот и я об этом. Иран скрутит огромнейшую дулю под самый нос, скажет, идите, посмотрите на Украину, что с ними произошло. А одни уже отказались. Одни уже отказались, харкают кровью. Так и есть, мы харкаем кровью. Поэтому, конечно, вот этот шаг со стороны Соединенных Штатов и Клинтона, тогда, конечно, был огромнейшей ошибкой. И Клинтон об этом сожалеет. Но тут надо учесть еще один момент. Это продажность наших элит. Это абсолютную... Понимаете, у нас, у власти, ну такие сволочи были. Ну, ну просто, ну, 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 мерзавец на мерзавцы и с котом погоняет. Вот, вот, к сожалению, да, эти все кучма-мучмы, Януковичи. Ну, если представляете, ядерное оружие в руках Януковича. Вот и я об этом, да. Кому бы он его продал? За сколько? За пять минут или за семь? Вот и я об этом, ребята. То есть, понимаете, нам нужно еще... Для того, чтобы к нам относились по-взрослому, Вот мы сейчас, да, тоже вздыхаем, говорим, что мы сдали ядерное оружие. Так потому и сдали, что вот такие вот мучмы. Кто мучму избрал? Мучму. У нас был черновол, избрали мучму. Кучму. Кучмо. Кто кучмо избрал? Мы избрали. Не американцы. Понимаете? Поэтому тут тоже можно сколько угодно... Сколько угодно можно жаловаться на жизнь. Но в то время, как эстонцы, латыши, литовцы, поляки избирали нормальных людей, Мы избирали красных директоров. Чмо. Вот чмошников от них. Как еще Богуслаева они избрали. Поэтому тут тоже, понимаете, вот тоже братья на американцев говорит, Что вот они были неправы, когда оставили Украину, фактически, Они, англичане, оставили Украину без ядерного оружия. Ну вот, мы избрали этого. У нас, понимаете, у нас, что не лидер, ну то... Ну ладно, я вам скажу так. В какой-то степени патриотом был Порошенко. Я его страшно не люблю, я за него не голосовал. Но, ну скажем так, я же понимаю, многим неприятно. Но в какой-то степени патриотом он был и является. Я все понимаю, да, 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 я все понимаю, но... Да, у него хотя бы, понимаете, ну... Ну и хоть шлюба, шось украинский. Хотя бы так. В какой-то степени патриотом был Ющенко. Ничтожество, да, я согласен, абсолютно. Но он был, да. Ну, за Зеленского вопросов нет. Он, да, он делает то, что можно. Но кто-то же избрал Януковича. Кто-то избрал Мучму. Кто-то избрал Кравчука. Кравчука, почему они Черновола избрали? Так кому претензии? Я вам скажу так. Если бы сразу избрали националистов и сразу вышвырнули бы к чертовой матери всех коммуняк, которые тут были. Знаете, как мой покойный тесть когда-то сказал, он сказал очень умную вещь. Приблизительно так, что Украина будет жить хорошо тогда, когда из Белого дома, ну там где вот обла администрация, прогонят не только все руководство, а и всех секретарш прогонят оттуда и дадут волчий билет, всех уборщиц, которые там убирали, и даже котов, которые жили в Белом доме. Вот тогда, то есть то, что сделали в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше. На 15 лет вот всех от власти отрешить этих вот всю публику и было бы все нормально. Сегодня в Эстонии какая пенсия? Под 1000 евро, а в Украине? А знаете, в чем разница между Эстонией и Украиной? Объясняю. Вот разницу пенсии вашей, вот кто сейчас там пенсию получает, вот между 200 евро, да, или сколько там, 100 евро, я не знаю, сколько там пенсия. Между 100 евро или 200 евро и 800-900 евро, знаете, кто украл? Кучма, Кравчук, Янукович, за которого вы голосовали. Вот поэтому в Эстонии, когда там избирали проевропейских лидеров, а мы избирали мудаков. Так вот, мудаки наградили вас всех, потому что я уверен, что сейчас меня смотрят те, кто голосовал за Мучму, кто голосовал за Кравчука. Потому что судя по возрасту, я знаю, там меня смотрят в основном 55+, да, вот. Значит, вы голосовали из-за того, из-за того. Так не обижайтесь. Сейчас Мучма, за ваши деньги, живет очень хорошо в Италии, да, вот. И сидит там, ну, в принципе, он себя чувствует культурно, нормально, да, и жена очень довольна, дети говорят большое спасибо. Вы обеспечили их пребывание на этой земле бестурботное. Лет на 200 вперед всех потомков деньгами. Вот. Потому что надо было думать, надо было выбирать националистов. Но, они же были поганее, да, да, за свободу никто не хотел голосовать, за правый сектор никто не хотел голосовать. Сколько там правый сектор? 1% получил. Да, они были не демократы, но они бы вычистили вот эти Авгеева конюшни за 2-3 суток. Я тоже знаю за свободу эти все дела, это знаю, но поймите правильно, если бы пришел когда-то тогда еще Черновол, он бы сразу договорился, понимаете, что бы произошло? Он бы сразу договорился со Штатами. Штаты бы сказали очень просто, люстрация и потом деньги. Все. И тогда было бы все по-другому. Как это было в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Словакии, во всех странах, где вот эти гады, красные директора, краснопузые. Сразу вылетели с работы, и секретарши их вылетели с работы, и уборщица, которая у него в кабинете убирала, вылетела с работы, и кот, который ловил мышу там у него под столом, вылетел из Белого дома. О! И вот это было все хорошо, было бы правильно. Но мы всегда избирали коммунистов. Тогда не обижайтесь, вот, как говорится, пенсия 100 евро, это, как говорится, награда за ваше голосование лет 25-30 назад. Слава Украине!